Из-за пандемии с запасами крови неоднозначная ситуация. В резерве сейчас только распространенные группы крови, а редких не хватает. Хронических заболеваний у вас нет. У вас не было операций. Датуаж, пирсин не делали, коронавирусом не болели. С этих вопросов начинается прием врача в центре крови. Ирина здесь впервые. Кровь пришла сдавать для друга друзей. Чаще всего так донорами и становятся. Помощь нужна родственнику родственников, куму кумовей или соседу из дома напротив. Вот и сейчас подруга позвонила утром и попросила прийти. Мне позвонила соседка, что плохо с мужем. Для того, чтобы найти людей, которые могли бы сдать ему кровь. Своих друзей. Мужчина мой пришел. Мы пришли делать такое дело. Он не чужой человек, но обратился человек за помощью. Я помогла. Сама Наталья кровь сдавать не может. Недавно перенесла операцию. Подругу Елену тоже сегодня не приняли. Она родила ребенка меньше года назад. У Елены редкая группа крови. Первая отрицательная. Первый раз сдавала кровь мальчику во дворе. У нас рядом недостроенная школа. И мальчик упал в подвал. Второй раз сдавала тоже в магазине. Женщина мама при смерти лежала. Бывало такое, что вам с центра звонили и просили. Да. И не один раз. В центре крови есть номера телефонов всех доноров с редкой группой. Когда запасов мало или срочно нужна помощь человеку с такой же группой, им звонят. С начала пандемии в центре крови несколько раз была тяжелая ситуация. Из-за карантина люди перестали приходить. Медики просили о помощи. Тогда своих сотрудников направили в ведомство и предприятия. Помогли и военнослужащие. На время все наладилось, а потом снова провал. Мы переживаем. Тем более то, что налаживалось. Оно не налаживалось само собой. Мы просто предпринимали какие-то активные действия. Нам шли навстречу, помогали нам их предпринимать. Мы не можем допустить критической ситуации. Поэтому мы вынуждены были обратиться вовремя за помощью. Для того, чтобы это тоже не повлекло вред здоровью людей, если мы не сможем оказать помощь. Но пока что ситуация остается тяжелой. В центре крови абсолютно безопасно. Медики работают в спецзащите. Помещения обрабатываются каждые два часа. Сдать кровь можно в будний день с 8 утра до половины второго. За несколько дней до сдачи нужно соблюдать диету и следить за своим самочувствием. Регина Васильчук и Дмитрий Рицкович, ТСВ.